Итак, всем привет, с вами Атом. После вчерашнего рассказа про создание 3D-моделей для Хойкер, разработчики выпустили видео, где был уже куда более интересный контент. Началось всё с показанных новых фокусов для Норвегии, у которой исторический путь сильно переплетён будет с фашистским. Но есть альтернативные пути. В коммунистическом, например, можно будет присоединиться как к СССР, так и пойти к дяде Троцкому и с его помощью уже дальше покорять мир. Монархический путь, ничего кроме приплетения датского принца и строительства единственного в истории норвежского танка тех лет, не рассказал. Дания уже сможет пойти по пути сопротивления, уже под немецким покорительством. Будут также иметься различные советники, влияющие на баланс сил, как было ранее в дневниках. Станет возможным продать свои территории взамен на гарантии безопасности другим крупным странам. Монархисты и фашисты направлены на возвращение утраченных земель и восстановление империй. Например, империя Северного моря. Теперь уже перейдём к тому, чего я не ожидал вообще увидеть в этом ДЛС. Доктрины для войск спецназа. По словам разработчика, тут мы увидим новые настройки, настройку спецназа, открытие новых батальонов, ротподдержки и получение новых эффектов для Хои вообще. Откроются совершенно особые типы игрового процесса. По мере прохождения ветки, самой доктрины вот этой, я не знаю, как ещё это назвать, будут всё так же взаимоисключающие ветки. Но каждая технология будет увеличивать численность спецназа. Разумеется, получение бонусов будет и также многое другое. Каждая ветка будет стоить отдельного опыта. То есть, соответственно, горники сухопутный опыт, морпехи морской и ВДВ авиационный. Далее они рассказали про добавление в конструкторы самолётов, танков и так далее предустановок для техники, где вы сможете выбрать хоть Т-34, хоть Тигр. Ну и сами мы сможем создавать их. По сути, толку от этого нет. И рассказали также про структуру дивизии немного. Теперь шаблон со старта будет иметь не 5 строчек, а 4. Пятое будет разблокироваться по доктрине. Затронули также и экономику. В одном из дневников писали они про изменения ТНП, товара народного потребления. Так как ранее можно было достичь нулевого эффекта, то есть было 0% ТНП, все фабрики у вас работали на вас, никакие не уходили на товарное народное потребление. Разработчики решили поменять эту систему, чтобы этого избежать. Теперь будет базовое значение и будет фактор. Базовое определяет стартовую точку, а фактор уже будет менять это значение с расчётами. Дополнительными. До нуля у нас уже добраться не получится, будет просто маленькое число. Не ожидал я таких изменений вообще. Не то, что в этом ДЛС, а вообще то, что будет так вот спецназ прям трогать. Даже интересно это пощупать, как это будет в итоге. Но чувствуется у меня дисбаланс какой-то. Ладно, будем посмотреть. Всем спасибо за просмотр. Не забавь ставить лайки, подписываться на канал. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok